Всем здравствуйте! Сегодня у нас 10 марта 2023 год, Одесса. Что у нас сегодня? Пятница? Сегодня пятница, да. Да. У нас очень тепло, солнечно, на градуснике, плюс 20 градусов на солнце. Итак, электротранспорт у нас пошел сегодня, хотя он вчера тоже начал идти, ближе к обеду, начал выходить электротранспорт. Так, хорошо, по порядку сначала. Значит, вчера у нас было, после ночи было еще две воздушные тревоги, которые долго были. И предупредили, что ночью будут отключать свет с 11 ночи до 7 утра, в разных районах по-разному. Но у нас свет отключали ночью, но когда, поскольку мы затрудняемся, просто я проснулась и увидела, что свет отключили. А когда включили, тоже сквозь сон уже услышал, у нас слышно, когда включается свет, там срабатывает такая штучка. Но часы меняются сразу. Да, сбила нас электронные часы. Они сбиваются. Они сбиваются, да. Вот, сегодня тоже уже с утра была воздушная тревога и... Долго было. Долго, да. Неудобно, когда воздушная тревога, допустим, будет, все будет. Да, закрываются, да. Не закрываются только те большие магазины и маленькие магазины, в которых есть пункт незламности. Вот они не закрываются. Можно зарядить телефон. Да, зарядить телефон, посидеть с компьютером. Вот такие не закрываются. А вот маленькие банки, есть же маленькие отделения, есть большие, а есть маленькие отделения. Они закрываются. Просто в больших отделениях тоже могут сделать пункты незламности, там много места. В общем, везде по-разному. Да. Да. Ну, слава богу, что без последствий всяких эти воздушные тревоги сегодня. А мы еще не знаем, правда. Ну, мы ничего не слышали, по крайней мере. Чего не знаем. Нету ничего сейчас. На теперешний момент. Зеленый. Что у нас еще в Одессе? Сегодня у нас пятница, да? А сегодня филармония. Кстати, будет концерт 18.00. Концерт Одесского оркестра филармонии. Именно в пятницу, да? Ну, сегодня, да. В пятницу. 10-го числа. Да. 11-го. Сегодня 10-го, Игорь. 11-го завтра, да. Так, что у нас еще? А, еще в кирхе ничего не будет. Не знаю. Мы проходили мимо кирхи, там ничего не было написано, по крайней мере. А вот на Пастера, в Патрианской этой церкви, там будет завтра, 11-го числа, в субботу, в 15.00 будет концерт. Это будет не только органная музыка, это будет и скрипки, и фортепиано, и орган. Все вместе будет. Вход стоит, билет стоит 100 гривен, а для пенсионеров 50 гривен. Такие скидки, там, кстати, все время для пенсионеров вот такие скидки. Да, это радует. А вот в кирхе я не видела скидки, и даже, честно говоря, не знаю, сколько стоит там билет. Там, по-моему, и билет стоит дороже, чем, да? Или ты тоже не знаешь? Тоже не знаю. Все равно эту белочку и кот. Да. Ну, еще в оперном, суббота, воскресенье тоже в оперном, есть спектакли, есть и балеты, есть опера. Можно всегда купить билет. Это не проблема даже перед самим спектаклем. Можно купить. Ну, там немножко цены другие. Да, там другие цены, там от 450, да? Или есть дешевые? От 400 и выше. От 400 и выше, потому что мы как-то заходили смотреть. Там цены, да, такие приличные. На левом угол. Хочешь налево? Ну, и там налево. Да. Там будет балет. Ну, не определенный балет, а как-то называется. В общем, разные балетные постановки будет все. Это будет как один спектакль. И спектакль будет оперы, оперный, спектакль, опера. Ой, заговорилась, извините. Бензин немножко у нас подешевел еще. Опять, да? Да. Смотри, как такие. На заправках газ 2350 уже можно заправить. И бензин от 50-60 копеек еще опустился. На некоторых можно заправить 44-50, на других 46. Только на крутых. Там у них у кого-то. А, да, есть же разные такие конторы. Ну, не конторы, а заправочные. Есть дорогие, есть дешевле, разные, да. А, так что ты знаешь, доллар же тоже упал, по-моему, да? Вчера был 38-20, а сегодня уже 38. А возле привоза вообще 37. Ну, там вы возле привоза не покупаете. Там всегда такая цена. Там всегда занижают. Да? Всегда там такое было. Все какой-то такой магазин, какой-то интересный. А, Альф Декор. Ага, интересный магазинчик. А, еще знаешь, что я прочла? Я сейчас увидела дверь. Сейчас я вам покажу. Это же явно старинная дверь, да? Или сделана под старинную, да? Это сделано. Вот. А я прочла, что у людей в городе, у которых есть в парадных, стоят старые двери, не реставрированные, что можно обратиться в компанию. Они делают бесплатно. Ух ты. Да. И просят обращаться, что ничего это не будет стоить людям. Что это абсолютно официально. Это оплачивают какие-то специальные компании. Они как-то называются, эти компании, я не могу сказать. Но это люди оплачивают вот такие работы реставрационные, да, чтобы сохранить вот такие исторические, старинные двери антикварные. Да. Да, вот именно в старом городе. Да, вот именно, да, вот старых. Очень много. Да, да, очень много стоят. Мы в старый город тоже проходим, а дверь уже железная. А здесь уже железная, да. Это же явно взяли, потому что как-то было, сняли, ну, это пару лет назад было, чуть ли не до скандала дошло, что сняли красивейшую дверь старинную, поставили уродливую, металлическую, и жильцы стали возмущаться, что у них украли дверь. Посмотри, что это такое здесь. Ух ты. Ну, это отель. А смотри, как сделано. Да. Жильцы стали возмущаться и вернули, дверь вернули, поставили на место. Смотрите, это на улице всё. Ух ты, здорово. Ага, как? А Ларус? Ларус, как ты, веже стороны. Ага. Ага. Интересно. Сырина, проходим, не обращай внимания. Ты на коврик туда можно снизить. Ага. Симпатичненько. Симпатичненько, да. И так здесь прохладненько чувствуется, да? Всё летом здесь хорошо. Потому что вот я сказала на градуснике 25, сейчас на солнце чувствуется... Ой, 20 на градуснике. На солнце чувствуется все 25. Очень тепло, очень жарко. Я не понимаю, почему горит другой цвет. Нам-то имеешься, да? Да, красный. А, ну да. Действительно, а чего красный? А сейчас красный, я понимаю, почему. А вот этот, это этот отель всё, да? Ага. А здесь был магазин раньше. Сейчас нет уже. Оргательство, да. Моя сестра работала. Да, Игоря сестра там работала. Да, это точно. Вот. Очень много лет. Да, да. Царствие ей небесное. Ну всё, мы вроде бы всё сказали. Всё вам рассказали, всё новости. Да, Игорь? Да. Будем заканчивать. Берегите себя, берегите своих близких. И пускай у всех наступит завтра. Водите на наш канал Телеграм. Он называется «Одесские прогулки». Название и ссылку я выставляю под видео. Там совсем другие видео. Может быть, вам понравится, и вы подпишетесь. А мы как раз нашего лебедя показывали. Да, «Одинокого лебедя» сняли в Аркадии.